Демография Какие выплаты в рамках национального проекта «Демография» положены родителям, воспитывающим детей до 3 лет? По национальному проекту «Демография» у нас положена выплата на первого ребенка, на первенца в размере 17 236 рублей, и для многодетных семей положена выплата на третьего и последующих детей, аналогичный размер у нее 17 236 рублей. При этом условия для получения выплат, это размер дохода, совокупного дохода семьи, не должен превышать на каждого члена семьи. Двухкратного размера, величины прожиточного минимума. Для жителей Дальнего Востока предусмотрена ли поддержка, невзирая на размер дохода? Для семей с детьми у нас в Забайкальском крае действуют дальневосточные меры поддержки. Это единовременная выплата при рождении первого ребенка 34 472 рубля, и региональный материнский капитал при рождении после 2018 года только второго ребенка. Размер материнского капитала 207 943 рубля, и данные меры поддержки, в отличие от тех, которые я раньше перечислял, предоставляются независимо от дохода в семье. На какие цели можно направить средства регионального маткапитала? Самая первая, самая основная, которая пользуется спросом, это улучшение жилищных условий. Вторая цель – это получение ребенком образования. И третья – это приобретение товаров и услуг в целях интеграции в общество детей и инвалидов. Там могут быть очень различного рода товары, которые приобретаются. Это и средства ухода, в том числе могут быть и компьютеры, скажем так, для того, чтобы ребенок мог дистанционно заниматься. В рамках национального проекта «Демография», о котором мы сегодня говорим, родители, у которых родился третий и последующий ребенок, могут рассчитывать на погашение ипотеки в размере 450 тысяч рублей. Ну, разумеется, такая мера поддержки может быть использована только один раз. И оператором данной программы является Дом РФ. И только на этом сайте можно выбрать, соответственно, те живые помещения, по которым можно ипотеку погасить. Популярный, самый доступный способ – это сервис государственных услуг, доступный как на сайте, так и через мобильное приложение на любых смартфонах. Ну и многофункциональные центры и центры социальной защиты населения у нас также принимают все виды заявлений для нами перечисленных выплат. Редактор субтитров А.Семкин